Здравствуйте дорогие гости моего канала. Мой псевдоним Стик. Моей задачей является донести до вас информацию, которой вы сможете воспользоваться. Думаю, можно начать. В данный момент мы поговорим о джетпаке. Вероятно, эту серию много кто ждал. Ну что ж, вот и она. Вначале я собираюсь заострить внимание на комментарии подписчика с ником Бадди Томпсон. Он решил мне напомнить про золотое яйцо. Сначала я ему ответил, что это был миф, который очень быстро разлетелся. Ни на одном видео не было показано чётко само яйцо. Всё было очень темно. Через некоторое время, всё обдумав, я зашёл в GTA V и проверил. Ровно в 21.00 в маленькой башенке появляется яйцо. По-моему, это замечательная пасхалка. Но вопрос, как же она связана с джетпаком? То ли это яйцо? Ладно. Перейдём к следующей мистической зацепке, которая будет тайной до 28 октября. Думаю, вы все видели трейлер GTA V на консоли нового поколения. Так вот, в одном из моментов трейлера мы видим странную и непонятную фигуру на заднем фоне. Некоторые предполагают, что это Бигфут. А если он появляется в трейлере, это значит, что Мистика не умирает и продолжает жить. Хотя... Хотя, возможно, это просто олей. Или стол. Или крест. Следующая зацепка. Довольно-таки давно у Норта появилась новая теория. Эта теория связана с великим учёным Николой Теслой. Для меня единственной достоверной информацией является совпадение в числах. От рождения Теслы до событий GTA V прошло ровно 157 лет. Культ Эпсилонт, в свою очередь, утверждает, что миру всего 157 лет. И это факт. Остальная информация про Теслу, которая была сказана Нортом, не подтверждена официальными источниками. Вот кто сможет точно доказать, что Тесла занимался мистическими опытами? Кстати, ещё тема с Колумбовым яйцом интересная. Покопайтесь. Может, что-нибудь интересное и найдёте. Как всегда, придётся самим додумывать, доискивать. Я ищу, как раз. Также существует информация, которая губит всю мистику. С каждым новым обновлением разработчики вносят поправки в коде игры. Они добавляют новые и новые строки, связанные с жетпаком. А если они добавляют их только сейчас, значит, что раньше их вовсе не было. Получается, что вся эта мистика имеет очень много различных зацепок и смысл. Но всё же она рушится. Надежды рушатся. Я считаю, пока надо просто сидеть и ждать. Буду, как всегда, ждать ваши теории и версии. Если у вас есть какие-нибудь мысли, обязательно напишите мне о них. Разберёмся. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...